здравствуйте дамы и господа и сегодня мы смотрим очень интересную игру режим один на один дуэльная карта у нас играет на западе у нас дантист он играет за имперскую гвардию это здорово на востоке у нас играет космодесантник это игрок с никнеймом фрея вы знаете оба игрока очень сильные что фрея что дантист конечно я бы сказал то что у дантиста шансов больше потому что ну я просто знаю как он играет я против него кстати тоже играл я прям горжусь этой игрой вот против фрея не играл но блин я думаю то что он тоже может что-то показать крутое сейчас мы посмотрим а что заказывает у нас фрея он у нас заказывает космодесантников и командора а наш дантист имперский гвардеец он заказывает отряд командования и заметьте он дальние точки ну как относительно дальние точки стратегические позиции начинает захватывать вот у него отряд раз вот у него отряд 2 строит уже генератор скоро будет построен посмотрите вот этого отводит сюда вот этот подходит строитель подстраивать генератор вот и техно жрец уже идет строить шаблон кидать чтобы застраивать точку вот эту потому что если он ее застроит то никто тут не с декапит хотя он не знал наверное против кого он играет тут и никто и не собирался из отряда вот этих кровавых ангелов у него что-то декапит потому что мы видим отряд разведчиков капит 1 здесь 2 капит здесь да больше разведчиков нет только два отряда и также тут отряд космодесантников к ним добавится сейчас герой они молодцы кстати тоже закапили я с этим абсолютно согласен как игрок за космодесант то что он не отправил их сразу куда-то там стрелять потому что почему это грамотно потому что они никого не застрелят и вообще специфика расы имперской гвардии в том то что можно с легкостью залезть в здание тараса во вторых очень очень плотные техно жрецы их невозможно практически ушатать если у тебя нету героя если у героя желательно чтобы был еще и плазменный пистолет чтобы нормально так урон вкатывался посмотрите парни космодесантники стреляют они не так уж сильно и бьют если конечно сфокусировать урон будет здорово но это не этого не происходит пока что и так мы видим то что тут рабочий есть один рабочий есть второй и один разведчик одна моделька была тут потеряны вы видите этот кровавый след и сейчас к сожалению командор у которого скорости передвижения меньше чему отряда командования вынужден просто бегать за ними это тоже максимально неприятно скажу вам честно и сюда подходит ну конечно как же по-другому он может даже способность использовать ну нет вот так стоять копить это вообще не вариант о боже мой он еще и рабочего убил вот мерзкий а и он смотрите сколько денег тут было потрачено просто за то чтобы тут закапить подходят парни стреляют посмотрите да им вообще плевать на этот урон в итоге очень большое количество денег было потрачено мне так жаль такая имба этот отряд командования вообще блин противно служитель бежит что-то тут строить но парням придется короче копить да и пришли сюда у меня убьет нет а я мы думали убьет да нет он пришел с двух банок просто ушатал и все смотрите отряд 1 размакшенный 2 размакшенный просто уничтожили 1 час 2 блин покоцает вообще неприятно в итоге очень ситуация сложная для космодесанта потому что тут два отряда и комиссар еще отряд командования и вот этим парням очень плохо сейчас будет ну вообще конечно да стреляет сюда наш командор но если честно что-то я не вижу никакого результата мы видим пока что то что но он уничтожил он даже кстати не добил еще и псайкера царкер стоит 40 на 80 100 на 25 но честно говоря потери и репутационные потери и экономические потери не такие уж и высокие наверное это такие минусы из-за того что нужно тут подстраивать постоянно что-то делать заказано оружейное никаких больше отрядов кстати не заказывается герой мы видим он тут немножечко погонял вот этих но от этого толку никакого тут уже воскресился уже отряд командования вот этот вот командор сам и на самом деле с ним будет крайне тяжело подходит в упор этот полностью выйдет отряд командования этот удар и уже из гранатомета начали стрелять ну смотрите раз отряд два отряд три отряд сейчас везде а раз и два гранатометы в двух отрядах ну посмотрим что из этого выйдет давайте посмотрим пока что фиксируем экономику косма 98 на 10 у имперского гвардейца 104 на 20 и сейчас будет на 30 и тут идет прокачка и тут третий генератор строится и тут давайте посмотрим он может поднял лпшки нет лпшка только одна пока что у него есть а что у космодесанта только начинает качаться плазменный пистолет заказывается взвод штурмовиков гранат я так понимаю пока не делается т2 не заказывалась генератор только один лпшки хоть одна если хоть одна лпшка нет нету ни одной лпшки и уже тут теряется наблюдательный пост потихонечку здесь на этих двух наламываться вот так вот этим парням без штурмовиков это просто суицид миссия будет только сейчас скачаться гранаты и на самом деле важно нужно подождать гранаты прыгают парни и начинают потихонечку вязать но если бы гранаты были вот давайте посмотрим сколько уничтожится моделек за этот наезд одна моделька уничтожилась ну и вроде еще одна ну как я не знаю насколько это эффективно на самом деле не из-за отсутствия возможности как-то зафиксировать я бы сказал то что это было неэффективно а эти посмотрите остановились стрельнули остановились стрельнули остановились стрельнули Но из-за того, что он вот так запрыгивает, конечно, это круто Но тут уже начнет стрелять вот этот вот турель, наблюдательный пост Кинулась граната, начинается расстрел Да, парней немножко он покоцал Но опять-таки, посмотрите, всего буквально несколько моделек уничтожено Звот штурмовиков находится внутри, в защитной зоне Подходят эти парни и начинают стрелять в наблюдательный пост Не знаю, насколько это грамотно Потому что тут взвод штурмовиков просто погибает А они стоят по 55 за брата И он потерял взвод штурмовиков, как мы видим, да? Ну, не потерял, да, он его спас, кстати Спас ли? Да, спас Но ценой чего? А что он за это? Уничтожил одного рабочего, который стоит непонятно сколько И покоцал вот эту вот турельку Тоже непонятно, насколько это хороший результат Единственное, что крутое, он уничтожил отряд командования Но опять-таки, он парней много слил на это дело Надо выходить в Т2 А тут уже почти вышел в Т2 Намного раньше Ресурсы 109 на 40 92 на 20 Ну, вы, ребят, знаете Я что-то думаю, что тут три отряда парней Что-то у него все хорошо, у этого имперского гвардейца Вот, в свою очередь, у космодесантника И по ресурсам как-то не очень И по прокачкам вроде как И на самом деле Играя против имперского гвардейца К сожалению Чем дальше ты затягиваешь Тем тебе хуже Поэтому, кстати, одни из немногих Кто успешно дерется с имперскими гвардейцами Это именно аркоиды Потому что они на Т1.5 очень сильные И на раннем, на раннем, раннем, раннем Т2 Они тоже хороши Когда у них появляются Эти, стрелки, короче, которые гранатометами стреляют Как же их называют? То ли долбоветы, то ли как, ребят Напишите в комментариях, как называют Бронебойцы, вот Бронебойцы Так, тут поднимается ЛПшка Тут заказывается это Вроде ЛПшки нигде не прокачивается больше Только вот здесь Тут починить можно было бы А с другой стороны зачем Все равно, оно не за секунду уничтожит В итоге отряд космодесанта 1 Отряд космодесанта 2 Мы видим на наплечнике Горит такая штучка Это говорит Видите, черепок такой горит Красивый на наплечнике Это говорит о том, что прокачалось Как бы вам сказать Прокачался бонус на здоровье Вот, бионика Хотя бы в один раз Парни стоят здесь Эти парни стоят здесь Космодесантники обычные Стоят наверх В верхней части Тут расстреливается Бывает Давайте обратим внимание И зафиксируем Отряд 1 Отряд 2 Отряд 3 Полностью Полностью закачанный Вооружение тяжелое Есть Офицеры Сержанты Есть Посмотрите Аура 1 2 3 Какая же тут Просто банда Этих парней У них очень много Вооружения Возможно Возможно А нет Все правильно Он берет И распличивает Свою армейку Чтобы она стояла Часть тут Часть там Вы посмотрите Часть тут стоит Часть тут Все очень грамотно делает Эти тут Эти тут Эти тут Эти тут Уничтожил ЛПшку Абсолютно Без потерь Для себя Кинул Просветку Видит Противник Здесь И сейчас Возможно Будет Какая-то Драка А возможно И нет Кстати Обратите Внимание Приходит Снимает На всю Толпу 6195 Здоровья Тут Есть Священник Но это Вообще Блин Обалдеть Просто Обалдеть Священников Он заказывает Ресурсы Практически Бесконечные Глобальный Апгрейд Делается Ну Вообще Просто шоколандер Конкретный Тут Заказывается Капеллан Пишет Тут 4 Скотта Надо 4 Скотта Там Хоть Не Юзлист Сэм Хорошо Возможно Он Прокап Имел Ввиду То Что Капить Точки А Двого Отряда Прыгнули Сюда Не Размакшенные Кстати Пока Что Подъехали Парни Выгружаются Начинают Стрелять Но Эти Там В положительном Укрытии Что Делать Они В положительном Укрытии Они Мало Урона Получают Звот Штурмовиков Конечно Это Неплохо Но Довольно Таки Тяжело Перестреливаться Со всеми Ими Честно Говоря Опачки Вы видите Неуязвимость Только что Была Использована Насколько Мне показалось Звот Штурмовиков Довольно Таки Какое То Время Живет Но Если Честно Такое Ощущение То Что Урона Практически Не Наносят Космодесантники Потому что Они Стреляют В Защищенное Укрытие В Воронку В Которые Находятся Ребята Тут Еще Отряд Командования Повязал Ребят И Они Не Могут Атаковать Подходят Служители Что Они Будут Делать Возможно Просто Затанчить Возможно Нет Командор Отцепляется Он Будет Вязать Парней Или Нет Будет Ли Он Вязать Да Вроде Нет И Мы Видим То Что Капеллан Тоже Был Отсоединен Он Бегает Вяжет Это Все Правильно Парни Стреляют Пока Эти Вяжут И Тут Мы Видим То Что Отряд Космодесанта Гонит Уже Имперских Гвардейцев Герои Стреляют Герои Бегут И Уже Подобрала Их Машина Идут Вот Это Обидно То Что Он Сам Себя Потихонечку Пофингует Это Конечно Неприятно Посмотрите Он Даже Завис Ненадолго Надо 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 Беги Подошел И Начинает Стрелять Давайте Давайте Парни Стрелять Командор Завис Ошибка Не то Что Ошибка Не Не идеальная Игра Ошибки Игры То Что Он Завис И Посмотрите Началось Самое Мое Любимое Ты Имперский Гвардейц Посадил Парней Высадил Посадил Парней Высадил Ты Подъехал Вот так Начинаешь Вроде Как Стрелять Прыгнул А тут Уже Никого Нет А тут С одной Стороны В тебя Стреляют С другой Стороны В тебя Стреляют Посадил Высадил Вот такая Затея Не это Не сложная Ну и в итоге Ох Как долго Кстати Они стреляют По зданию Тут прокачалась ЛПшка Но пока что Я толку с этого Не вижу Командор Тут уже Пытается Сражаться С отрядом Командования И если честно Если честно Больше шансов У отряда Командования Потому что Тут и неуязвимость Магия И вот этот Боец Заказывается И он сейчас Отойдет Подрегенит И его Сто процентов Расстрелять Не успеет И кто кого Перестреляет Это кстати Вопрос Хотя нет Не вопрос Наверное Все таки Этот перестреляет Командор Вот Ну тут Какие то Незначительные Ресурсы В этот момент 132 на 90 Прирост Раз отряд Два отряд Три отряд Ничего не потерял Вот этот пацан Тоже не потерян Смотрите Он растет Туда-сюда Заказал технику Все есть Термогенератор Есть А парень За космониста Ох Сколько тут И посмотрите Да он просто Все снесет Вообще Просто нереальная игра И тут вроде Есть какие то Тяжелые болтеры Но посмотрите Как же им пофиг Они просто стреляют И анти тех юнит Пехоту Просто Блин Пытаются уничтожить Техника Вроде как Заказывается Ну а какая там техника Носорог 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 не убьет Часовых Тут парни есть Но если честно Им тоже Не очень хорошо Они просто Они просто бегают За Они даже не успевают Подойти И нанести банку Потому что У имперского гвардейца Намного больше Скорости Передвижения А тут уже Мы видим Видите Так оно Вылезло Вот такая штучка Высокая Большая Здоровая Это значит То что Тир Самый максимальный Я удивлен То что до сих пор Не строится Танк Карающий меч Заказался Новый отряд Командования И просто Вылетел Из игры Вылетел Из игры А вышел Скажем так Вышел Из игры У нас Имперский Гвардейц Давайте посмотрим Кто тут Все таки Был юнитом Победы Неужели Часовой Да вроде Да Часовой Вроде как Неплохо Так всех Откоцал Хотя на самом деле Мы то с вами Понимаем То что Основную роль Тут сыграли Вот эти парни Гвардейчики Да ребят Вот эти вот Ребята Всех тут Замочили Вот эти вот парни Ага Вот эти ребята Как говорится Все отлично Давайте посмотрим Ресурсы У кого там Какая это Деньга была Почти на 2000 Больше Заработал Влияние И на 2000 Больше энергии Поэтому и победил Жестко Жестко Большое спасибо За просмотр Ставьте лайки И подписывайтесь На канал До новых встреч